всем привет сегодня у нас расклад свет и тьма внутри тебя и кто ждет какую-то магию да там дьявол там внутри тебя и так далее там подумали смотрим сегодня психологические аспекты света и тьмы то есть тьма тень свет архетип напомню что все тени проработать можно проживание аркана куда я вас и приглашаю да но этот расклад мало кто посмотрит сразу делаю вывод что этот расклад смотрят люди которые понимают что пришло время поработать на собой над собой те кто любит самопознание да самореализацию этот расклад для них и так давайте мы с вами начнем наш расклад так это мы с вами уберем сторону пока так тени за достанем сначала и так тени тень первого варианта тень второго варианта так колоду в сторону уберем так архетипа уберу пока итак смотрим первый вариант и у нас тень придира здравствуйте единички придира и вы знаете да придира это у нас склонность до к постоянной критике к недовольству к недовольству как собой так и окружающими и придира внутри тебя это голос который постоянно ищет недостатки себе в других везде эта тень подмечает мелочи и акцентирует внимание на несовершенствах и эта тень делает тебя чрезмерно требовательной к себе к другим да и это приводит к чувство неудовлетворенности и разочарование еще раз повторю как к себе так и к другим то есть постоянно все вот критикуешь да все тебе не то ты вот можешь даже чувствовать вот что никогда не достигаешь достаточного уровня совершенства и это чувство оно заставляет тебя постоянно сомневаться вот своих способностях да в своих успехах и придира заставляет тебя сравнивать себя с другими и ты всегда находишь в себе что-то вот что требует улучшения да только ты не просто говоришь надо поработать вот надо этим нет ты прям придираешься так что сама себя уничтожаешь этими придирками и конечно же ты этим вызываешь сама у себя внутреннее напряжение и стресс ведь тебе кажется что ты постоянно должна соответствовать да каким-то высоким стандартам и кроме того тень придиры она влияет на твои отношения с другими люди сторонятся тебя а кому будет приятно согласись вот это вот постоянная критика недовольство они же отталкивают окружающих ты думаешь что что вот я сейчас на советую сделаю добро но ты не советуешь по-доброму ты критикуешь тем самым создавая барьеры вот в общении да в доверии и люди чувствуют что их постоянно вот ну оценивают да когда ты рядом и это затрудняет твою дружбу да ты не можешь установить с людьми с окружающими глубокие искренние связи и давайте мы с вами вытянем архетип то есть свет внутри тебя это у нас так это у нас добытчик архетип но это твой свет светлая сторона твоей личности и этот архетип он воплощает в себе вот активность да целеустремленность способность достигать поставленных целей и вот добытчик это тот кто не боится трудностей кто готов бороться и добиваться своего и внутри тебя этот светлый образ который может помочь тебе преодолеть вот эту тень придиры да и найти гармонию внутри себя добытчик он учит нас фокусироваться на действиях да на результатах они на критике и сомнениях вместо того чтобы подмечать свои недостатки начни видеть свои достижения и успехи каждый маленький шаг на пути к цели это уже победа позволь себе гордиться тем чего ты уже достигла да и используй это как мотивацию для дальнейших действий добытчик он также помогает нам находить радость в процессе то есть не только вот в конечном результате но и в самом процессе поэтому найди в себе способность наслаждаться тем что ты делаешь да и не будь слишком строга к себе придира он может заставлять тебя чувствовать что ты никогда не делаешь достаточно но добытчик знает что важно получать удовольствие от самого пути понимаешь и еще очень важно развивать в себе уверенность и самоценность добытчик он знает свою силу да и свои возможности поэтому начни видеть в себе человека способного преодолеть трудности да и достигать цели это поможет тебе снизить влияние придира да и перестать постоянно сомневаться в себе и вот еще один важный аспект добычи когда это умение находить баланс между работой и отдыхом тень придиры она тебя постоянно так сказать мозг ковыряет и заставляет тебя работать без устали да стремясь там к этому недостижимому совершенству которое у тебя в голове да но добытчик он понимает что для достижения успеха важно сохранять энергию и заботиться о себе поэтому найди время для отдыха для восстановления да чтобы поддерживать свою продуктивность и мотивацию еще добытчик он помогает нам видеть возможности они проблемы вместо того чтобы фокусироваться вот на том что идет что-то не так да начни видеть вот в каждой ситуации шанс для роста да для развития и этот вот позитивный взгляд на жизнь поможет тебе преодолеть тень придиры да и направить свою энергию на достижение поставленных целей и иди в проживание арканов чтобы проработать тень вот такой у нас был расклад по первому варианту еще раз повторяем проживание арканов идите вы же любите эти расклады на тени да пожалуйста идите в проживание поработайте абсолютно все тени все зависит только от вас и так а мы с вами переходим ко второму вариант так у второго варианта у нас тень убийцы и этот образ он конечно может звучать да устрашающе но он пропадавленные агрессивные агрессивные да вот эти чувства да про самосаботаж про разрушительные импульсы и эта тень внутри тебя она заставляет тебя чувствовать глубокую внутреннюю напряженность да беспокойство возможно даже гнев который ты не выражаешь да может быть открыто но он в тебе клокочет и вот а убийца да вот этот давайте буду говорить тень потому что страшненько же вам вы же девочки все таки поэтому тень вот это да она может проявляться через самокритичные мысли да про через самонаказание ты можешь вот ощущать что ты не заслуживаешь успеха да или ты не заслуживаешь счастья то есть ты тот человек который не верит ну например да это пример только который не верит что может заработать много да ты тот человек который не не то что не может а не достойно заработать миллиарда например и для тебя это какая-то цель которую ты иду говоришь я никогда такого не сделаю я вот на заводе работаю и все мне этого достаточно я не смогу потому что у тебя вот это самонаказание то есть она работает на все аспекты жизни будь то там заработок да будь то отношения да то есть ты мне в комментариях часто пишешь ой ты такого хорошего мужика мне описал дед такой никогда ко мне не придет то есть у тебя идет самонаказание ты сама себя наказываешь что ты не можешь иметь там много денег до хорошего мужчину то есть ты подсознательно говоря думаешь что ты этого не достойно ну на словах сознательно это возможно просто не веришь и гэш это все сказки это тень вот это говорит в тебе да и соответственно ты сама себе мешаешь достигать цели любых хороших отношений хороших денег повышение на работе ты вообще боишься ты не то что боишься а ты говоришь вот вася за соседним столом да в соседнем офисе вот он достойно а я нет я не справлюсь потому что я вот такая вот то есть это ты сама себя наказываешь то есть у тебя в голове хорошая это сказка фантазия что-то несбыточное то есть ты сама себя стопоришь понимаешь и это еще раз повторяю может быть неосознанным процессом да но это влияние этой тени оно очень сильно вот очень сильно вот есть слово да очень сильно а это пипец как сильно понимаешь то есть ты сама себе барьер на пути к своему счастью и ты даже можешь замечать да что когда ты начинаешь что-то задуманное данным проект какой-то или там свидание да не важно все мы будем с тобой называть проект до отношения проекты работа проекты финансы проекты да и вот когда ты начинаешь какой-либо свой проект то ты его не завершаешь ты или постоянно откладываешь или по пути сходишь с пути ты откладываешь все важные дела находя отговорки и все твои отговорки это да ничего не получится да это не мое ну в плане не то что не твое а ты говоришь как сказать я никогда не и вот дальше уже идет там не смогу закончить проект да никогда не получу хорошего мужчину никогда не все остальное да никогда не сработаю миллиард долларов да ну ты же понимаешь да то что это тень это тень ты сама себя наказываешь эх по жопе надо и вот эта тень она влияет очень сильно на твои вот отношения с другими людьми да и ты постоянно испытываешь вот эту скрытую агрессию да или недовольство которые проявляются там в сарказме да в критике или даже в каких-то пассивно агрессивных действиях потому что эта тень она заставляет тебя чувствовать что окружающие не понимают тебя что окружающие тебя не ценят и это усиливает твое ощущение вот изолированности то есть я одиноко на планете так далее но это только твоя тень так давайте мы с вами посмотрим архетип архетип у нас герой и архетип героя это твоя личность да твоя как сказать твоя сущность которая символизирует вот мужество к женщинам можно говорить да ну твою вот целеустремленность да решимость если мужчина смотрит то это мужество твое это еще способность преодолевать трудности извиняюсь и вот герой внутри тебя это та сила которая может помочь тебе справиться вот с теневым аспектом этим да и направить свою энергию на какие-то там созидательные да действия и вот первым шагом к интеграции тени убийцы да является признание и принятия своих агрессивных чувств герой знает что истинная сила она заключается вот в умении признавать свои слабости да свои страхи поэтому позволь себе чувствовать гнев и разочарование не подавляя их но находя здоровые способы их выражения то есть это может быть да спор творчество там разговор да с близким человеком да где ты выразишь все свои чувства да да даже есть такая вот методика она покажется тебе странной но она очень хорошо помогает берешь друга одна штука да и рассказываешь ему историю о своей подруге да или какую-то выдуманную историю или какой-то фильм говоришь что ты посмотрела да и в этой истории выдуманной тобой вырази все свои чувства путем актерского мастерства то есть я тебе объясню более понятно ты умная ты уже этот расклад смотришь поэтому ты умная ты уже меня поняла но я поясню то есть очень как сказать в эту историю которую ты будешь рассказывать своему другу подруге да вложи всю свою агрессию то есть вот знаешь как когда вот актеры играют роль они вот активно что-то делают да и ты активно расскажи эту историю да и так как у тебя закоп закопана внутри тебя злоба то придумай чтобы один из персонажей твоей истории был плохой человек и ты как бы сказать вот спародируй насколько он злой но свою злобу вложи в этого персонажа то есть с эмоциями говори словами персонажа да например там а вот этот вот говорит вот так и прям вот прям с матами и так далее выплесни с этой истории которую ты рассказываешь весь негатив который у тебя есть и другу или подруге да ты не помешаешь потому что он знает что ты просто рассказываешь историю и тебе хорошо что ты выплеснула вот это говнишко из себя понимаешь и а еще этот архетип героя он также учит нас действовать да несмотря на страхи сомнения и вместо того чтобы позволять самосаботажу да управлять твоей жизнью начни маленькими шагами двигаться к своим целям много раз говорил еще раз повторю установить небольшие но достижимые задачи да и радуйся каждому маленькому успеху который ты сделала это поможет тебе постепенно укрепить свою уверенность в себе да свои силы и очень важно еще знаю что развивать сострадание к себе герой он же понимает что вот каждый человек делает ошибки да и имеет полное право на них поэтому перестань наказывать себя за какие-то там прошлые неудачи да и научись прощать себя каждый день напоминай себе что ты достойна любви ты достойна уважение независимо вот от своих ошибок которые ты сделала в прошлом и еще тебе нужно развивать свои навыки лидерства да и поддержки других герой он же не только вот преодолевая до свои трудности но он еще и спасает принцесса то есть помогает другим найди возможности для того чтобы поддержать тех кто рядом с тобой это может быть знаешь простое внимание да какая-то мелкая забота о близких до участие в каких-то там наставнических штуках да то есть помогая другим помощь другим она поможет тебе увидеть что ты сильная что ты ценная понимаешь меня вот сосредоточься еще вот на своем личном росте да на своем развитии герой он же всегда стремится вот к самосовершенствованию да тренируется и так далее соответственно и ты читай книги посещай там библиотеки да развивай какие-то новые навыки и это поможет тебе почувствовать свою силу да свою уверенность и даст тебе вот новые инструменты для преодоления внутренних конфликтов это вот как проживающие арканы да когда переходят из одного аркана в другой когда проработали тот аркан в котором были у них появляется с каждым арканом с прошедшим да сила то есть они видят то что они получают и вот этот переход как сказать он дает силы поэтому дой в проживание да я везде говорю в проживании в проживании тебе решать я не настаиваю и наконец помни да что герой у нас всегда находит смысл в своих действиях поэтому найди в себе мотивацию да найди себе цель да которая будет вдохновлять тебя или которая тебя уже вдохновляет это может быть там что-то лично да связано с твоими мечтами амбициями или что-то большое вот связанное с помощью другим до улучшением мира вокруг тебя наличие значимой цели она поможет тебе преодолеть вот эти внутренние страхи да внутренние сомнения и направить свою энергию на созидание я надеюсь что ты меня услышала поэтому мы переходим с вами к третьему варианту у троечек тьма это у нас гуляка ну гуляка который вот живет внутри тебя это твоя сторона личности твоя тень которая вот символизирует стремление к постоянным развлечениям избегание ответственности желание вот уклониться от серьезных каких-то обязательств гуляка внутри тебя он проявляется через поиски мгновенных вот удовольствий да поверхностных радости беспечной жизни да которые вот на первый взгляд вот кажется беззаботной и веселой но на самом деле скрывает внутри себя глубинные страхи до неуверенность такие люди очень часто сходят с пути или берут паузу в проживание выпив алкоголь то есть они хорошую жизнь до себя меняют на алкоголь это тень гуляки и это тень она заставляет тебя убегать от реальности избегать важных решений до избегать ответственности ты можешь вот чувствовать что серьезные отношения да или какие-либо обязательства они лишают тебя свободы да лишают тебя радости но это не даже только тень и вот в результате этого ты выбираешь какие-то поверхностные связи до временные удовольствия до выпитом алкоголь я хочу отдохнуть я достойно выпить алкоголь а это просто ты сбегаешь от ответственности чтобы заполнить внутреннюю пустоту и это приводит к тому что ты не можешь вот найти глубокое удовлетворение да и постоянное счастье ты постоянно ощущаешь что отдаваясь развлечениям ты компенсируешь какие-то недостатки да или боли внутри себя и ты боишься вот столкнуться с трудностями и проблемами лицом к лицу ты предпочитаешь прятаться за фасадом беззаботности и это вот это вот да это создает замкнутый круг где ты постоянно ищешь какие-то новые развлечения да чтобы вот избежать внутреннего дискомфорта и такие люди они часто если возьмем проживание да потому что тени это в основном все прорабатывается в проживании поэтому я туда постоянно ныряю да на примерах вас и вот такие люди очень часто откладывают они хотят идти в проживание арканов но они боятся ответственности боятся вот этого нового и они понимают что там нужно быть ответственный взяться ответственно за это поэтому я пойду в проживание скоро с первого числа с нового года с дня рождения сделаю себе подарок и это никогда не наступит понимаете и это все тень гуляки и давайте-ка мы посмотрим архетип 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 у нас вечный мальчик и это твоя сторона светлая да то есть этот архетип он про радость он про невинность и способность видеть мир с любопытством и энтузиазмом вечный мальчик внутри тебя да если ты девочка можешь говорить что вечная девочка да вот вечный мальчик внутри тебя это источник бесконечной энергии да и жизненной силы которая может помочь тебе найти баланс между ответственностью и радостью жизни первым шагом вот к интеграции этой тени да является признание того что поиск удовольствий это не обязательно плохо но важно найти баланс вечный мальчик он учит нас наслаждаться жизнью да и сохранять чувство удивления да радости но и также понимать что ответственность и обязательства могут приносить глубокое удовлетворение и вот второй шаг к интеграции этой тени да это научиться находить радость в простых вещах вечный мальчик он же как вот он видит красоту и радость в каждом моменте жизни попробуй замедлиться да или остановиться и насладиться простыми удовольствиями там чтение книги просмотр там фильмов да прогулка на природе общение с друзьями и так далее и тому подобное и это поможет тебе почувствовать что радость она не обязательно связано с внешними развлечениями она может быть найдена внутри тебя услышь меня понимаешь то есть радость вот грубо говоря да радость это не обязательно выпитый алкоголь да радость она внутри тебя радость она солнышке в твоем умении радоваться солнышку в твоем умении наслаждаться прогулкой на природе это не алкоголь понимаешь и очень важно развивать чувство благодарности начни замечать и ценить вот маленькие моменты радости до счастья которые происходят в твоей жизни каждый день а ты глаза закрываешь твое счастье это бокал вина но это не так твое счастье какое-то там но не то что действительно и истинно ценно поэтому благодарность она поможет тебе сосредоточиться на позитивных аспектах жизни и это уменьшит потребность в постоянных поисках каких-то новых развлечений алкоголя какие-то странные друзья странные свидания и прочее понимаешь и развивай в себе чувство ответственности и это делай через позитивный подход к жизни вечный мальчик он не боится ответственности потому что он видит в ней возможность для роста и развития поэтому найди способы которые помогут тебе справляться с этими обязательствами задачами да и это ты будешь делать с радостью и энтузиазмом это может быть там игра какая-то да творческий подход к решению проблем играй в нее понимаешь то есть сделай придумай для себя что это игра то есть творчески подходи к решению своих проблем или на какое-то там изменение отношения к своим обязанностям творчески играй это вот знаешь как в шуте в шуте же тебе легко просто по детски не принужден а тебе нужно идти шпалы укладывать потому что ты шпала укладчица валя да например и это можно делать с легкостью да работа там нудная трудно и так далее но это же не значит что внутри тебя может жить ребенок понимаешь наше восприятие мира какое вернее наше восприятие мира такая у нас и работа одна и та же работа у двух разных людей одному эта работа легкая приятно приносит радость и позитив а другому это я сейчас умру это самое плохое что случалось в моей жизни я буду плакать и так далее это я не могу когда же закончится рабочий день а ты оглянись на твоей работе есть обязательно человек который радуется радостный ходит целый день счастливый веселый понимаешь одна и та же работа но разные взгляды на жизнь у одного проработана тень а у второго нет и разреши еще себе быть настоящий вечный мальчик он всегда искренен да он всегда открыт и вот вечный мальчик у меня почему-то ассоциируется с шутом поэтому откажись от всяких вот этих масок фасадов и прочего и прочего чего-то там надеваешь на себя чтобы скрыть вот свои страхи и неуверенность ты же вечно в масках у нас хочешь поэтому быть настоящей и уязвимой это не слабость это сила которая поможет тебе построить более глубокие да значимые отношения с окружающими построить свои отношения с твоей работой ты по-другому будешь смотреть на работу ты по-другому будешь ее выполнять и вот он первый заработанный миллион да ну как минимум премия я же не знаю какая у тебя работа может у тебя тупик в этом карьерной лестнице но все равно тупиков карьерной лестнице не бывает только если ты владелица этой фирмы и то ты можешь если ты владелец этой фирмы да ты можешь расшириться а у тебя тупик понимаешь меня и научись принимать себя и свои чувства вечный мальчик он любит себя таким какой он есть и с его сильными сторонами да и с его какими-то слабыми сторонами поэтому прими свои страхи да недостатки извиняюсь не осуждай себя за них это поможет тебе освободиться от вот этого внутреннего напряжения да и найди гармонию внутри себя вечный мальчик это у нас аркан шут поэтому хорошо если ты сейчас в проживании арканов хорошо его прорабатывай это и есть твой вечный мальчик с легкостью ты должна выйти из шута с вот этой непосредственностью понимаешь это был у нас эти вариант но я с вами прощаюсь и помните дед всегда рядом передым а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»